Дорогие друзья 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 Я знаю как минимум четыре способа обучения флягу, и сейчас мы все их рассмотрим. А начнем мы со способа, которым изучал фляг я. Назовем его безбашенный или крэйзи, сейчас поймете почему. Для этого окунемся в прошлое и вспомним 2007 год. Никто никогда не вернется в 2007 год. Да ладно! Был хороший солнечный денек. Я сдал последний экзамен в школе и пошел на море. Настроение было отличное, и меня тянуло на подвиги. Тогда мне и пришла в голову мысль сделать фляг. Я был не глуп и поэтому не стал изучать его на бетоне. Я вошел по колено в воду. Вдруг я увидел на пляже девушку, которая давно мне нравилась. Я тотчас же забыл о фляге, могли подумать вы. Нет, мое намерение сделать его стало твердым и окончательным. И я сделал его. Что? Я не мог в это поверить. Я тут же забыл о девушке и попробовал еще. Еще через несколько попыток я вышел из воды и сделал его на песке. Как-то так. В те годы я еще не руководствовался принципами начинать с малого и максимум подводящих упражнений. Поэтому способ называется безбашенный. Настоятельно не рекомендую изучать фляг по нему. А рекомендую изучать следующим способом, который назовем по логике вещей правильный. Всем привет! Это Оля. И она будет сегодня изучать фляг. Да? Да. Данный способ требует наличия хорошего страхующего, а также некоторые умения от изучающих фляг. Страхующий у нас имеется, к счастью, в лице меня. И требуемые умения у ученицы тоже, как оказалось. А именно. Первое. Вам надо уметь стоять на руках. Без стойки учить его бесполезно, так как во время его исполнения на руки приходится гораздо большая нагрузка. Идеально стоять от вас не требуется, хотя бы у стены. В любом случае ваши руки должны выдерживать вес тела и не сгибаться сразу же при попытке стать в стойку. Следующее, что вам желательно уметь, это мостик. Он гораздо облегчит обучение флягу. Вот так выглядит идеальный мостик. Ой, не, не это. Вот так выглядит идеальный мостик. Как я уже говорил ранее, фляг состоит из двух курбетных движений. Первое. Прыжок назад на руки. И второе. Прыжок с рук на ноги. То есть курбет. Соответственно, чтобы хорошо выполнить фляг, вам нужно хорошо выполнить оба этих движения. Так вот, вторую часть фляга можно оттачивать еще до момента его изучения. Хороший курбет также облегчит вам задачу. Итак, вы умеете мостик, стойку на руках и курбет? Тогда берите страхующего и приступайте к изучению фляга. Только не забудьте перед этим размяться. Особенно хорошо разомните запястье, шею, поясницу, голеностопы, колени, плечи. В общем, все тело разомните. Размялись? Какие вы быстрые. Ну да ладно. Первое подводящее упражнение заключается в следующем. Вы становитесь на мостик, а страхующий плавно перекидывает ваши ноги. Естественно, ради безопасности все это делать надо на мягкой поверхности. Мы ничего мягче песка не нашли, но думаю, что вы будете благоразумнее и найдете маты. Сначала вы делаете это упражнение медленно, чтобы голова привыкла к вращению. Не делайте резких движений, чтобы не шокировать страхующего своими выходками. Здесь важно медленно и постепенно увеличивать темп. Следующий этап – отработка самого прыжка. Приседаем, задаем мах руками вверх и одновременно толкаемся ногами. Голова всегда смотрит между рук и двигается с ними синхронно соответственно. И самый важный момент – прыгать надо не вверх, а назад. После того, как вы отработали прыжок вверх, вы можете добавить его к первому подводящему упражнению. Добавляйте его, постепенно увеличивая силу толчка. А главное – убедитесь, что страхующий вас поймает. Есть большое преимущество в том, что мы легенько. Да, ладно, оттухни немного. И не забывайте отдыхать периодически. Говорят, помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Не надейтесь делать его идеально в первый же день тренировок. Из-за усталости это может не получиться. Остановитесь, отдохните несколько дней и на следующей тренировке у вас все обязательно получится. Вот так уже делала фляг Оля на следующей тренировке. Ого! Ничего себе! А мы продолжаем и переходим к следующему способу, который позволит вам научиться фляг в одиночку. Если у вас нет страхующего, не беда. Берем на вооружение этот способ, который назовем кропотливый и учимся. А вместе с вами по данной методике будет изучать фляг Андрей. Всем привет! Меня зовут Андрей и сегодня мы будем с вами изучать фляг. Перед тем, как пытаться делать фляг, хорошо разомните свои кисти и хорошо разомните свою спину. Так как это самые травмоопасные места при попытке делать фляг. Также советую вам размять шею. Если вы не разомнете шею и упадете на голову, то скорее всего вы ее сломаете. Вы ее сломаете. Дабы избежать травм, лучше размять шею. Я буду учиться делать фляг через макаку. Эй, ботимейкер! Эй, ботимейкер! То есть вам желательно уметь делать макаку. Но если вы ее не умеете, не проблема. Вы сейчас узнаете, как ее делать. Определитесь, в какую сторону вам удобнее делать макаку и пытайтесь научиться ее посредством следующих подводящих упражнений. После того, как вы научились хорошо делать макаку, вы можете пытаться делать фляг. Для того, чтобы перейти от макаки к флягу, постепенно выравнивайтесь и старайтесь делать не через бок, а через голову. Гораздо проще и безопаснее научиться делать фляг с приседа, так как это будет давать меньше нагрузку на ваши кисти. Ну и, во-вторых, это не так страшно, как делать стоя. Мне для того, чтобы научиться макать через голову, пришлось делать мостик с приседом. Это поможет вам выровнять фляг и понять, куда надо смотреть во время него. Для того, чтобы научиться делать фляг стоя, я сначала научился делать макаку стоя на две руки. Как видите, фляг у меня не идеальный. Он, конечно, полная шляпа, но если постараться, можно выровнять. Для этого понадобятся тренировки и гораздо больше времени, чем один день. С вами был Андрей, и, надеюсь, мой пример вам помог. Всем пока. Если вы умеете заднее сальто, то научиться фляг вам будет очень легко. И для этого существует еще один способ, который называется «быстрый». Ввиду того, что он не потребует много времени на изучение. И сегодня у нас в гостях Илья, которого вы знаете из тутера Палачгейнеру. И который умеет заднее сальто, если верить его словам. Добрейший вечерочек, ребята. Итак, как перейти от заднего сальто к флягу? Вам нужно просто выставить руки и приземлиться на них. А для этого вам нужно немного ухудшить свое заднее сальто и приземлиться на карты. Ну что, попробуешь? Не очкуй, все, норм будет. Ага, я помню, как в туториале на Ложгейне. Ну что, приступим. И первое подводящее упражнение – это заднее сальто на карты. То есть приземлиться нужно на руки и на ноги сразу. А на этом наши подводящие упражнения заканчиваются. И теперь делаем фляг. Твоя задача – приземлиться на руки раньше, чем на ноги. И вот так ты сможешь сделать фляг. Давай попробуем? Давай. Ну вот, собственно, ты и научился, фляг. Поздравляю. Спасибо. Дальше твоя задача – отрабатывать его. Это его будешь контролировать и делать где угодно. Пацаны, а что вы здесь делаете? Ну вообще-то фляг. А как это? Фляг – это вот так вот. Видишь? Делаешь? А ну дай сейчас попробую. О, как-то легко. Ну ладно, я пошел. Слушай, а я его где-то видел. Не бойтесь делать фляг. На самом деле он очень легкий. Главное – иметь стальные нервы. Ну и просто не бояться попробовать открыть в себе что-то новое. Вот, собственно, четыре способа изучения фляга. Выбирайте любой на свой вкус и изучайте. А с вами был Арт Рэмбо. Всем пока и спасибо за просмотр. Неигранно, неигранно. Слишком неигранно. Блин, хитреные собаки. Руки так, 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 так. Без разницы, как угодно. Не расскажи, что-нибудь про фляг? Что? Э, ну скажи, что. Главное – верьте в свои силы, не сдавайтесь, и у вас все получится. Так ты тут же. Ладно. Я вам таки сказать? Ну да. Видите. Так и кого ты стесняешься? Никто ж тебя не видит. Всех. Я здесь не хожу. Да просто это скажи, ничего сложного. Раз. Всем привет, меня заучили, и сегодня мы учили фляг. Все. Стойку. Фляг, стойку делает. Фляга, стойка. Ладно, снимай. Снимаешь? Эм, да. Снимаю. Все? Давай. Писать стоя. Поехали. Но если усердно тренироваться, все у вас получится. Усердно? Усердно. Перед тем, как пробовать делать фляг, лучше хорошенько разомнитесь. Особенно хорошенько разомните свои кисти и хорошенько разомните свою спину. Слишком много слова хорошенько в этом предложении. Я буду учиться делать фляг через макаку. Для того, чтобы перейти с макаки во фляг, вам надо посетить. Для этого пробуйте делать макаку с двумя руками. Будет косо, но потом выровняйте. Это поможет вам немного выровнять фляг и понять, куда надо смотреть во время того, как делать фляг. Слишком много текста. Хорошо. Желательно хорошо разомнуть шею, так как если вы будете падать, вам будет больно и вы травмируете себе позвоночник. Водушевляет. Так как если вы будете падать на голову и у вас будет неразомнутая шея, вы ее сломаете. Если вы не разомнетесь и упадете на голову, вы скорее всего сломаете шею. Если вы не разомнете шею и упадете на голову, то скорее всего вы сломаете весь шею. Давай, держи. Если вы не разомнете шею и упадете на голову, то скорее всего вы сломаете шею. Шею два раза сказал в одном предложении. Я говорю голову. Ты сказал два раза шею, давай еще раз. Тишина в студии, пацаны. Здорово. Денек добрейший. Добрейший вечерочек, ребята. Не бойтесь делать фляг, он на самом деле очень легкий. И над ним особо не надо. Что тут происходит на этом? Главное иметь стальные яйца. Давай про яйца не будем говорить. Главное... Стальные нервы. Как ты там сказал в том стутере? Ну я говорил стальные нервы. Вот. 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 Так, я снимаю. Стоп. Тебя. Ты на него смотришь и ты делаешь фейспалм. Еще раз давай. Отлично. Хорошая отдача. Давай. Блин. Ты шипел. Я серьезно пачкал? Да. Сильно. Ты, ты, я и не знаю. Продолжение следует...